Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Ветеранов приехала полевая кухня. Телетрапы уже установлены, система обработки багажа на подходе. Аэропорт Платов всё ближе к полётам. Человек планеты теперь ещё и пара-каратист. Таганрожец Сергей Бурлаков получил первый дан. Вот и голова, чтобы подумать, как применить себя в карате. Парад Победы впервые отрепетирован. По театральной площади промаршировали полторы тысячи военных, спасателей, росгвардейцев и курсантов. В этом году в парадном расчёте дебютируют юнормейцы. И это ещё не все новички. Технический парад обещает быть по-настоящему триумфальным. Стараемся быть лучше, маршировать лучше, потому что мы лицо патриотического движения. Юнормейцы тренировались перед дебютом целый месяц. Шаг от Чеканин. Осталось привыкнуть к новой, более ровной поверхности и новым ориентировкам. Свою колонну называют коробкой, которая даже малейшего сбоя не прощает. Сбить ногу можно, но надо постараться побыстрее исправиться. Потом нет равнения в шеренге, надо это исправлять. Иногда бывает передняя шеренга начинает быстрее идти, а задние не успевают. Андрей Садреев самый молодой участник парада. Ему 12 лет. Маршировать перед всем городом не боится, даже нравится. Особенно перед трибуной по команде «Смирно». А Юрий Шевель человек опытный. Уже три раза прошёл по Красной площади, как курсант Аксайского кадетского корпуса. А в Ростове пойдёт впервые в знамённой группе. Самый первый парад был в 2013 году. Это была 68-я годовщина победы над фашизмом. И три медали. Это две от министра обороны за парад на Красной площади и одна – это 10 лет корпуса. За особые заслуги перед корпусом. Юнармия пойдёт предпоследней. Форма будет другой – красной, парадной. А в авангарде парадного расчёта – рота барабанщиц Белокалитвинского кадетского корпуса. Начинается парад выносом флага России и знамени Победы. Священную войну исполняет сводный военоркестр из 103 человек. А в составе механизированные колонны. По городу впервые едут бронеавтомобиль «Тигр-М», танк Т-72Б-3 и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Всего в параде принимает участие около 50 единиц техники. «Тигр-М» идёт первым. Это мощный, хорошо защищённый броневик массой 14,5 тонн. В голове колонны техника для боевых действий на Земле, а прикрывают её зенитно-ракетные «Триумфы». Система С-400 в 2,5 раза мощнее устаревшей С-300. Она поражает воздушные цели на большой и средней дальности. Посмотреть первую репетицию собралось немало зрителей. Потому что хочется увидеть могущество нашей армии дважды. Ещё будет две тренировки. Генеральная, как обычно, вечером 7 мая. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Телескопические трапы уже установлены в аэропорту Платов. Специалисты начинают их налаживать. О плюсах крытых переходов и уникальной для России системе досмотра багажа журналистам рассказали во время пресс-тура. Ни дождь, ни снег, ни палящее солнце не будут страшны пассажирам. Попасть на борт самолёта прямиком из аэровокзала позволят телетрапы. Переходные мосты и комплектующие свозили на 21-й грузовой машине. Все девять телетрапов уже на своих местах. Несколько недель ушло на установку. Теперь предстоит пусконаладка. А летом сотрудники аэропорта начнут учиться управлять этой техникой. Такие телетрапы немецкого производства используют в крупнейших аэропортах мира. В Париже, Лондоне и Мадриде давно оценили преимущества подобных крытых пешеходных переходов. Скоро к ним присоединится и Ростов. Пассажиры Платова пройдут по телескопическим трапам уже в декабре. Внутри пассажирского терминала тоже заметные изменения. Вышли на финишную прямую, заверяют строители. Завершается установка внутренних перегородок и инженерных систем. Смонтированы эскалаторы и лифты. Мы надеемся, что мы в ближайшие два месяца, как это было у нас запланировано, мы завершим все чистовую отделку. И дальше уже в терминале будут производиться какие-то точечные работы. То есть устройства зон общественного питания, коммерческие зоны магазины, бизнес-залы и тому подобное. Приступают к важному этапу – устройству системы обработки багажа. Уже на следующей неделе поступят первые карусели. В дальнейшем и дальше равными частями в течение каждых двух недель будут приходить следующие части системы обработки багажа. И где-то, наверное, к сентябрю месяца у нас уже будет завершен и большой такой масштабный проект по монтажу системы обработки багажа. Напомню, что система обработки багажа у нас французская компания «Альстеф». Это очень современная технологичная система. Досмотр багажа будут проводить с помощью томографов. Они создают трехмерное изображение и содержимое чемоданов видно в мельчайших деталях. Оборудование доставят в аэропорт к августу. Платов станет первым региональным аэропортом России, где установят такую систему контроля. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Оксайский район. Птичий гриб должен с Дона отступить. Поголовье на площадках, где выявлен вирус, уничтожено полностью. Таких неблагополучных точек по области три. Результаты проверок девяти птицеводческих предприятий обсудила специальная комиссия в областном правительстве. Основные нарушения – корма термически не обрабатываются, работники без спецодежды и почти нигде нет дезинфицирующих ковриков. По итогам проверок заведено 17 дел об административных правонарушениях. Для борьбы с птичьим гриппом, африканской чумой свиней и другими вирусами донские власти требуют проводить все положенные профилактические действия. И это касается не только крупных птицефабрик и свиноферм. «Хочу всех владельцев птиц, личных подсобных хозяйств, всех владельцев, кто владеет свинопоголовьем, ни в коем случае не утаять. На обработки ветеринарные предоставлять и, соответственно, сообщать о ввозе животных, которых разводят на местах в своих личных подсобных хозяйствах». Только при своевременной вакцинации ветеринарная служба сможет предотвратить заражение животных и птиц опасными болезнями. Такой знакомый из молодости запах полевой кухни, казачьей песни и танцы в областном госпитале ветеранов войн уже праздник победы. Бойцам Великой Отечественной дарят цветы, подарки и кормят солдатской кашей. Преподаватель Гуковской школы юных десантников сегодня кашевар. Секретов приготовления не выдает, но уверяет. Обычные гречку и тушенку полевая кухня способна превратить в необыкновенное блюдо. «Это военный специальный ресепт есть для приготовления каши». «Приятное дело, такая же, как в армии». «Павел Чегринец» в свои 90-е бодрости духа не теряет, а на фронт попал 16-летним в 42-м. Уже очень хотел. Молодой пехотинец еще не знал, какой тяжелый путь предстоит до Дня Победы. «Было очень страшно, просто я не знаю, я даже не знаю, я очень пережил здорово, как началась война». Брат и племянник погибли, а он дошел почти до Берлина. О Победе узнал в деревушке под Кёнинсбергом. Название ее уже и не помнит, а эмоции перед глазами. «Все стреляли вверх, вверх стреляли, стреляли, такая радость была, кричали «Ура! Здравствуйте! Победа!» С наступающим праздником ветеранов поздравляли замгубернатора, министры труда и, конечно, здравоохранения. Долго спрашивали, что не устраивает, чего не хватает. Ветераны не жалуются, видно, боевая закалка не позволяет. «Свет горит, тепло есть, каша с маслом. Сейчас все надо. Дай нам Бог, дальше поживите». Участников Великой Отечественной в эти дни чествуют по всей области. К празднику Победы все ветераны получат от государства денежный подарок – 2100 рублей. «Ну, может, это небольшие деньги, но я перед этим сказал, что многим сейчас главное – внимание. Потому что многие страдают, болеют. Дети где-то отдельно живут, соседи, может, не очень там где-то добрые относятся. Поэтому вот это определенное внимание, может, даже повышенное, для многих – это очень важно». Галина Горлова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. «Человек планеты» освоил еще один вид спорта. Таганрожец Сергей Бурлаков взял золото всероссийского показательного турнира по паракарате. Черный пояс и первый дан получил спортсмен с четырехкратной ампутацией. Сейчас Сергей готовится к чемпионату мира по паракарате в Германии. Так начинается каждая тренировка спортсмена. Сначала приветствие, разминка, а потом бой с тенью, отработка элементов атаки и защиты. Японцы этот комплекс упражнений называют «ката». Сергей Бурлаков «Человек планеты». Этот титул он получил, пробежав на протезах марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров в Нью-Йорке в 2004 году. Инвалидность получил еще в армии после ДТП. Боевым искусством занимается всего полгода, но это не помешало подготовиться к всероссийскому турниру, который проходил в Пушкине Московской области. Добиться победы в такие короткие сроки помогла хорошая физическая подготовка. Сергей выступает в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и триатлону. Неудобства одни только могут быть – отсутствие рук и ног, если говорить про неудобства. А все остальное – на то есть голова, чтобы подумать, как применить себя в карате. А начиналось все с самого натурального, с самых первых азов, с того же самого пресса. Просто ложись и давай качать пресс. С этого все и начиналось. В пара карате не проводят кумите – поединки. Спортсмены бьются только с тенью. Это упражнение Сергей Бурлаков тренировал три раза в неделю по полтора часа и смог взять золото. После чего получил диплом о присвоении первого дана и черный пояс. Познакомился с Сергеем и я смотреть начал на эти вещи немножко другими глазами. С первой тренировки было, конечно, немножко жутко, потому что я не знал, что с ним делать. Он пришел в зал, встал против меня, и мы начали, в принципе, все наши моменты тренировок по паре карате. Мы к нему пришли своим умом. Любой человек с инвалидностью может заниматься пара карате. Ограничений нет. Но пока этот вид спорта слабо развит в России. Многие спортсмены хотят выступать, но не хватает тренеров. Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, ДОН-24, Таганрог. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин